7.15 утра. Перекрёсток Маслякова и 40 лет победы. Самое время фиксировать нарушителей. Ещё со вчерашнего дня они оставили свои машины прямо на газоне, что противоречит правилам благоустройства города и драконит местных жителей. Паркуется на газон и вытаскивается на асфальт, на прохожую часть, где мы ходим. И неудобно, и с колясками ходят, и с семьи ходят. Конечно, лучше убрать их отсюда. Убрать автомобиль с помощью эвакуатора в муниципальной милиции не имеют права. Зато могут хоть каждый день выписывать штраф в тысячу рублей. И выписывают. Отправлять его нарушителю в кратчайшие сроки теперь помогает этот прибор. Фаркнет фиксируют в автоматическом режиме, то есть определяют сам место расположения, правонарушения, устанавливают госномер. Если госномер у нас не высвечивается, мы данный госномер набиваем в фаркнете в ручном режиме. Координаты транспортных средств определяются через спутниковые навигационные системы. Информация моментально поступает на сервер муниципальной милиции. В течение трех дней административная комиссия высылает штраф. Раньше все это длилось месяцами. В результате только вокруг этих домов к ответственности привлечено 150 автомобилистов. Некоторые по 5-6 раз. Без недовольных не обходится. Плохо, что паркуются на газонах. А что делать? Куда им поставить машину? Я вот тоже автомобилист, я понимаю. Милиционеры объясняют, штрафы не самоцель. Их задача совершенно другая. Сама цель это привести территорию города в благоустроенный вид. Тем самым побудить собственников домовладений организоваться, сделать свою территорию благоприятной для проживания, определить места и для детских площадок, для газонов, для скверов, наконец. И перемены есть. Во дворе по улице 9 января еще недавно паркнет фиксировал на газонах по 40 автомобилей. Сегодня их владельцы задумались о благоустройстве парковки. Елена Галимулина, Александр Шарабоков, телеканал Майудмуртия.